Одно из крупнейших сёл Балаковского района остаётся без воды уже третью неделю. В половине домов, которые запитаны от одной скважины, из кранов ничего не льётся. Жители за это время выслушали множество версий, почему возникла такая ситуация. Задавали такие вопросы на планёрках в районной администрации и журналисты нашего канала. В ответ слышали, что с минуты на минуту вода будет. Вот прямо после совещания и дадут. Спустя две с половиной недели появился пресс-релиз, что водоснабжение восстановлено. Но жители Маянги по-прежнему слали в город сигналы СОС и видео, как из крана сиротливо капает одна капля. Поэтому наша съёмочная группа отправилась в село. Далее жители сами всё расскажут. Вот в этом году только проблемы. В прошлом году набирались и домой вода у нас шла. Вся вода. Всё? Всё. Горячая. А вот холодная вы как раз успели захватить, потому что она была. Ну мы его сейчас отключили, потому что воды нету. Он просто сгорит без воды. А это водонагреватель для того, чтобы осмыться? Это не отопительный? Нет, отопительный вот котёл. Это котёл для этого. А это только для воды. Вот для душевой. Вот она идёт, вода здесь поверх. Вот через счётчик она проходит сюда, а вон верхом идёт душевая кабина. Но здесь воды нету. Вот он, включается. Вообще здесь не... То есть она у вас такой декоративный характер, значит, да? Ну пока в этом году. В прошлом году мы мылись. Вот, я специально это не ждал. Вот то, что я говорю. Вот летняя вода, которую мы набираем. И вот детская ванна. Мы моемся в ней, чтобы вода не уходила в землю. Нету воды. Проблемы с водой? Нет воды. Вообще нет воды. Как давно это наблюдается? Да уже две недели точно нет её. Больше, больше, да. Починили, как будто бы починили, но воды ни капли не было и нет. Какого? Не было и нет. Башня пустая. Башня пустая. Я ездила утром туда, на башню на эту. Вот так она постучала на пустая. Вот внизу, мокренькая. Она, видно, что-то там набираться где-то, что-то качат. А здесь всё пусто. Пустая башня, мы качаем. Зато сделали интервью в интернете. Маянгу воду дали. Где она вода, мы хотим знать, где? Привозят нам воду, привезли. Да куда такую воду деть? Нам даже постирать нечем вещи. Она коричневая, густая, глина. Два года назад сделали башню, сделали новую. Где вода в этой башне? Деньги отмыли и всё. Где деньги, интересно, сдать за эту новую башню? А где она? А вот она там, недалеко от этой стоит. Не башню не сделали, а скважину. Дополнительную скважину. Где вот это всё? Воды, два года вода, и вода кончилась. Дай мне сказать, Христа. Пробурили тогда вторую скважину. Начали качать двумя скважинами. Начала башня, вспомните, переполняться. Переполнялась башня. Начало там топить. Бросили эту скважину, она начала заиливаться. Всё. Потом заилили с фильтра. Всё. И стало не хватать опять воды. Одна башня не может обеспечить такое количество улиц, такое количество потребления воды. Не может никак. Люди, людям, вот как мы здесь, на нашей улице, я буду за своей улицей говорить, потому что нет этой поливной воды. Нам надо полить, нам надо помыть, нам надо постирать. У нас у всех скотина, мы деревенские жители. Но у нас её нету. Мы не можем... А без воды мы все, каждый человек зависит от воды. Поэтому мы просто вот... Ну, на вымирание, можно сказать, брошены. Я не знаю, как быть нам. А администрация как реагирует? Приедет, шутографирует. А вот приехали, привезли нам эту бочку воды. Сначала пришёл трактор с двенадцатронной бочкой воды. Без шланга. Вообще, ладно. Таскайте вёдрами. Куда таскать? Нам... Ну, сейчас только сказал. И полить, и помыть, и всё, всё, всё. Сколько мы... Сколько опять мы можем налить воды? У нас нет таких ямкостей, что мы можем набрать, чтобы пользоваться этой водой. Вы скажите, в прошлый, например, год, как у вас было вот на этой улице водоснабжение? У нас всё было хорошо. У нас поднималась в дома вода. Мы пользовались унитазами, мы пользовались и душами, домашними, и всё. А сейчас машинку мы не можем включить. Пришли к цивилизации. Интересна была реакция главы БМР Александра Соловьёва на постоянные вопросы по поводу отсутствия воды в Маянге. Ему, видимо, доложили, что там всё хорошо. Поэтому он и стоял на своём. Мол, некорректно вы, господа журналисты, подаёте информацию. Вода-то есть? Опять жители вот сейчас мне сообщают, что в Маянге всё-таки воды нет. Значит, по Маянге скважина запущена. С учётом того, что объём воды, который на данный момент набирается, а это 15 кубов примерно за полтора часа, естественно, на 300 домов, а это большая половина села. Просто люди на начальных улицах, воды нет, это некорректно. Некорректно, и я прошу прощения, в том числе и о том, что вы говорите. Некорректно, потому что ближайшие дома пользуются водой. Вопрос в одном, что люди ближайших домов к скважине просто открывают воду и поливают свои растения. Естественно, на конечных улицах просто не хватает физической воды. Насос работает постоянно. Постоянно. Сейчас мы, так же, как и на второй половине Маянге, оперативно рассчитываем, как организовать летний полив. Потому что в одной части Маянги такой проблематики нет. Там есть и скважина, и есть летний полив, который снимает в летнее время практически на 80-90% нагрузку с башни. Объем в 15 кубов за 2 часа на 300 домов с поливом всех огородов. Очевидно, что его не хватит. Очевидно, что его не хватит. Тем не менее, скважина работает, вода есть. Возле напорной башни мы застали работника, который что-то налаживал. Он, как простой работяга, не очень-то хотел, чтобы его снимали. Но все-таки рассказал, какова ситуация с подачей воды. Что, пустая башня, да? Пустая, я смотрю, вот черт набираю, открываю, и входит она, вешка уходит. Что, не хватает этого? Не, не хватает. Вот, посмотри. Вот. По манометру? Да, да. Нет. Вообще на нуле. А вот полная башня мне показывает. Полная башня показывает. Люди, это воды. А вы сами тоже здесь живете, в Маянгаре? Да, я в Маянгарске. А вы на какой улице? На Кирпичной. А, ну у вас нет там воды. Там вообще нет воды на. Вот сейчас мы с жителями тоже встречались, может, у вас же тоже женщина. Ну, а получается, что, скважина? Ну, она льется, скважина льется. Ну, не дает водоотдачи, нет такой, да? Ну, нету такой водоотдачи. Ну, привыкли люди. У нас же раньше два насоса было. Две скважины функционировали летом. А сейчас одна? А сейчас одна. А все люди вот на огороды поливают. Да там не течет ничего, вот совершенно, знаете. Там вот струнка вот такая. Вот именно. А что же делать людям сейчас? По отчетам вода есть, а по факту нет. Подвоз теперь не осуществляется, ведь официальная версия гласит, что водоснабжение восстановлено. И сельчанам предлагают такой выход. Сказали, что в клубе вода есть, отчитывались в клубе вода. Ну, представьте, у нас самое большое село Балаковского района, самое большое. И один кран в клубе. И он не успевает. Там вот в такую жару. Ну, это у кого хорошо, транспорт у кого есть, а у кого нету. Туда просто нереально добраться. И нанимают машины, соседи просят съездить туда. Мы туда приезжаем, мы в такую жару, стоим в очереди, в теньке, друг за другом. Через какое-то время определенное, и там вода кончается. Кому хватило, успели. Но и этот способ не всегда действует. Здравствуйте. А когда у вас воду набрать можно? Сейчас света нету. Света нету? Да. А график-то какой вообще? График-график постоянный у нас. Каждый день, в любое время? Она включена постоянно. Ну, вот идемте, я вам покажу. Нет, мы просто снаружи, да? Да, она включена всегда. Вот смотрите. Люди жалуются, что ее нету постоянно. Вот две теплости. Вот две теплости. Приехали, разобрали, и надо ждать, когда наберется. А, когда наберется. Да, все. Получается, с той части сюда все, сюда все, сюда. Ну, и с той, и с этой у нас все ездят сюда. Она не проточная у нас. Это фильтр. Набирается, да. Через фильтр проходит, и набирается вот эти две едики. Включены всегда. Сейчас, после этого дня. Впоследствии оказалось, что после нашей съемочной группы приехал в Маянгу глава Бекватрокского муниципального образования Дмитрий Шмигельский. К этому визиту, так сказать, вода пошла в краны. Но после отъезда главы исчезла вместе с ним. Просто мистика какая-то, говорят жители. И вспоминают былые времена, когда в селе было четыре башни, и всем воды хватало и на полив, и скотину попоить, и самим помыться, постираться. Продолжение следует... Продолжение следует...